Здравствуйте, мои дорогие! И давайте сегодня поговорим о покупках косметики. Поехали! Здесь и покупки косметики, и новинки косметики. Есть продукты, которые мне пришли на обзор, и есть продукты, которые, собственно, я купила сама. За время не съемок у меня кончилось аж... аж один. Аж два, получается, тот кончился, этот я купила, и этот новый. Короче, у меня кончились все мои шоссеи до синхроскин, я их, да, я их пью. Если у вас будет вопрос, почему я так быстро кончается. Да, обожаю этот тональник. Как видите, уже вот две коробочки. Оттенок у меня Natural 2. Такой оттенок именно Natural 2 нужно как бы искать, смотреть, потому что есть просто двойка еще какая-то, еще какая-то, и есть Natural. Вот. Они совершенно разные, эти двойки. Очень люблю этот тональник. Много от ему пела, очень восхваляла его всегда. Да, и прям вот на нем сижу уже последние, там, не знаю, несколько месяцев точно. Он очень легкий, он со светоотражалками, они есть, их вот так не видно в капле, но если каплю размазать по какой-то текстуре, по ткани, по поверхности, по какой-то, на свету, то светоотражалки видны. Он дает благороднейший оттенок кожи, очень мне нравится. И многие заметили, что он как бы достаточно тонкий. Да, он не перекрывает прям какие-то вот супер недостатки, там, какие-то покраснения. Он не перекроет. За этим, пожалуйста, Double Wear. Но этот делает красивый оттенок кожи, он выравнивает, насколько он может выравнить. Он делает, он скрывает недостатки на, скажем, 50%. Да, вы не увидите от него плотного покрытия или сильной перекрываемости, потому что он тонкий. Он очень тонкий, вуальный такой достаточно. Даже нет, он не тонкий, он не вуальный. Он что-то среднее. Но он не даст какую-то явную такую вот перекрываемость недостатков. То есть, то, что у меня красные точки, там, какие-то пятна остаются, я дорабатываю консилером своим. Clorant Instant Concealer. Обожаю его. Оттенок 2 у меня. Дальше у меня были покупки, и я вот реально не помню, я показывала или нет. Я о них снимала отдельное видео с тестом CC-крема Пойотовского. Обязательно посмотрите, если интересно, как он вживую, как бы, работает. Ну, в общем, давайте расскажу, сейчас тут тоже упомяну. Наборчик такой купила в ритуале перед Новым Годом. Оттенок. Серия Кашемир. Крем номер 2 и крем номер 2 CC. Вот Пойот. Такие вот два продукта. Подробнее я о нем, о CC-шке рассказывала в видео, где я его как раз-таки наносила. Делала с ним макияж и так далее. Очень хорошая CC-шка, на лето прям вообще супер подойдет. Люблю его. Опять-таки он не перекроет, ну, как бы, там от него этого и не ждем. Крем вызвал у меня аллергия. О нем, кстати, тоже подробнее я говорю вот в том видео, где наношу CC. Макияж делаю. Так что посмотрите. Сейчас, видите, здесь выскочит подсказочка. Дальше я недавно тут была в финке и урвала очень суперкрутую штуку. Это бьюти-блендеры от Real Techniques. За 20 евро я их взяла. Но на Ассосе я видела такой же набор из 4 штук за 1500. То есть, ну, 20 евро это и так 1500. Можно, короче, на Ассосе заказать за 1500 тоже вот эти бьюти-блендеры. С учетом того, что на Ассосе один бьюти-блендер стоит 550, а четыре 1500. Я не знаю, почему у них такое, как бы, в общем. Ну, не знаю, видимо, это какая-то лимитированная, лимитированная набор из четырех штук выходит. Вот, все четыре. Этот у меня уже юзанный, а этот у меня просто мокрый. Я его намочила, чтобы плюс-минус, вы понимали. Ну, он еще, как бы, чуть подсох, а так, вообще, он еще чуть-чуть больше. Ну, в общем, вот. Такая плеяда этих консилеров. Спонжей. Я пробовала в своей жизни гигантское количество спонжей. Начиналось, естественно, все с бьюти-блендера. Бьюти-блендер это классика. Он достаточно крупнопористый по сравнению с вот этими. У бьюти-блендера больше пор. Значительно они крупнее. Но он все равно классик, он все равно классный, как бы то ни было. Но он немножко за последнее время испортился. То ли у него текстура какая-то, структура, все, в общем, там, технология как-то испортилась. То ли они стали халявить, они сделали его более маленьким. Даже когда он намокает, он не становится тем огромным. Ну, вот он такого размера не становится. Он гораздо меньше. Хотя раньше он был достаточно большим. Я просто, у меня был перерыв в использовании бьюти-блендера. И я его недавно вот купила. И когда намочила, такая, что-то не то, что-то такой маленький для глаз, что ли. Думаю, для глаз там совсем миники. Думаю, а почему он так... Короче, в общем, что-то с ним, какая-то модернизация произошла. Но я не могу сказать, что он стал плохим. Он стал другим, но он по-прежнему хороший. Поэтому, если вы думаете бьюти-блендер, типа, попробовать там вообще как что, да, пробуйте, он классный. Но он и стоит. Этот стоит, конечно, гораздо дешевле, но он безумно классный. Он... у него мелкие-мелкие поры. Я очень люблю в блендерах, ну, в спонжах, когда мелкие поры. Потому что, ну, не знаю, они лучше забирают тон, лучше его отдают. Как-то более распределяют классно. И, в общем, не знаю, более удобные в работе. Плюс вот тут скошена вот эта штука. Это просто вообще-то такое блаженство, когда ты наносишь. Не надо вот это вот... У бьюти-блендера обычно вот эта сторона, да, вот, ну, более большой площадью мы наносим, да, тон. А здесь как бы вот она уже готова. И ты просто... и все, у тебя нанесено. Ой, классно вообще. Ой, кайфово прям им поработать. Еще бьюти-блендеры... Ну, спонжи бьюти-блендеры. Это, знаете, как серкс, памперс, вот эти... Это марки, но мы это называем уже этим словом вещи. Еще очень классный, конечно же, у Живанши, но он достаточно интересный. Такой конусообразный. Такие... Ну, я про него отдельное видео тоже делала. Очень классно. У него еще мельче поры, чем у этого. Он вообще просто, я не знаю, из облачка сделан. Очень классный. Но он убивается быстро, и он не такой может быть, вот по сравнению с этим. Вот это, наверное, самый удачный. У меня еще был от EcoTools спонж. Он вообще скошенный здесь, скошенный здесь, удобно им наносить. Но я бы, наверное, из всех вот предпочла бы вот этот, вот по прошествии времени. Из всех бюджетных, небюджетных, в любимой моей моде в виде алмазика. Да, он очень классный. У него тоже такая площадка есть, классная, на которую наносить тон. Можно. Наверное, вот, наверное, моди из бюджетных, из самых вообще классных. И, скажем, плюс-минус небюджетных, вот этот. Но вот этот, конечно, очень прям вот... Я вот прям влюбилась, и я безумно счастлива, что у меня их четыре. Ааа, ура-ура-ура. Дальше много, да, я им уделила внимание, потому что это прям любовь. Дальше очередные духи от Boss. Это Boss Woman. Его нигде не найти. В Ривгошах, в Литуале, в Ильдебате их нет. Они не поставляют почему-то боссовские, в Уман вот эти туда. Я заказываю в магазине randewu.ru. Я делала как-то о них обзор, заказывала там давно-давно. И вот постоянно после того, как узнала про них, заказываю там вот эти духи. Они там постоянно есть. Раньше они были, ну и сейчас они есть в 50-миллилитровой версии, но иногда они пропадают, и остается 90-миллилитровая версия. Это я 90-миллилитровая взяла, 2,500. Ну, плюс там стоимость доставки. Очень люблю, быстренько доставляю, все хорошо. Дальше, дальше, дальше. Любимый мой клиниковский All About Ice. О, Господи, нет видео, где меня ничего не упало. Это кошмар. Любимый мой крем для области вокруг глаз. Отдельное видео о нем делала, из видео в видео. Его покупаю, показываю, не буду отдельно останавливаться. Очень классный, люблю, ничего больше не нашла, искать не хочется, потому что полностью меня этот устраивает. Дальше две туши, опять-таки упала. Одна клиник, другая. Моя любимая Colorance Wonder Perfect Mascar 4D. У нее стала другая упаковка вот тут и другой футляр вот тут. Они стали немножко другие, но по-прежнему она классная. Это прям one love, я даже ничего не буду о ней говорить. Это идеальная тушь, самая идеальная тушь в мире. На смену ей, ну как, не на смену, а просто, чтобы побаловаться, клиниковскую вот обычную зеленую упаковку, она как-то универсальная тушь для ресниц. Она универсальная называется. Она, конечно, немножко отличается от Colorance, она чуть ей проигрывает, но в то же время она все равно кладная, кладная, классная. И в наборе, я тут показывала набор, когда делала видео с обзором на Пойот, когда я его наносила. Такой наборчик взяла тоже от Givenchy. Блеск для губ, который немножко пигментирует в розовый. И Givenchy малюточка, там была тушь. Вот это я сейчас тушью пользуюсь, мне она нравится. С тремя шариками вот это, старинная наша любимка. Дальше еще что было? Были, конечно же, мой любимый консилер от Colorance и мой любимый авокадо, не мой любимый авокадо, авокадо решила взять от любимей шеневской косметики. Но вернулась все равно к морковному, ничего не могу с собой поделать. Дальше были две покупки, вернее, одна покупка, там была акция, покупаешь большой, маленький в подарок. Я, конечно же, купила большой крем для рук The Body Shop с конопляным маслом, самый лучший крем для рук, который единственное, что-то делает из миллиарда бюджетных, небюджетных, любых кремов, вот этот самый крутой. К нему малюточка, конечно же, такой же в подарок. Так, из моих покупок все. Давайте то, что мне прислали на обзор. Марочка Innis Free. Появилась у нас корейская новая марочка Innis Free на рынке. Я взяла на обзор две масочки, два крема и сыворотка. Сейчас о них расскажу. В Ревгоше вижу их стенды, очень, достаточно активно продвигается. Вот это серия с зеленым чаем. Такая вот баночка, очень вкусно пахнет, очень классная текстура у кремов. Очень прям вот приятно наносить. Видите, они такие мягкие, сатиновые, прям разносишь по коже, как вот какая-то, я не знаю, вот нежнейшая пеночка, как будто бы, вот какой-то суфлешка какая-то. Очень приятно, прям, ах, кайф. Дальше сывороточка. Но, к сожалению, мне она не подошла. Интенсивный увлажняющий крем на основе семян зеленого чая. Нет, она мне не подошла, у меня тоже что-то покраснение, шелушения начались какие-то, вот, ну, кожа начала реагировать. Но зато мне подошел вот этот крем, который с дикой орхидеей, или как-то с экстрактом орхидеи, так, продукция косметическая с отбеливающим эффектом. Крем с экстрактом орхидеи, то ли ты, название орхидеи, гиалуроновой кислотой и пептидами соевых бобов с острова Чиджу. Способствует, это корейский остров, который экологически чистый. Способствует улучшению упругости, разглаживанию, питанию кожи, придавая ей сияющий вид. Отбеливающий эффект я не увидела, но я увидела очень классный увлажняющий эффект. То есть, там тоже такая баночка, и просто он у меня там стоит, такая же баночка, только фиолетовая. Очень классный, я сделаю о нем отдельный пост, поподробнее напишу, может быть, еще в посте о нем, потому что действительно достойный крем. Попробуйте, есть там маски, по-моему, есть там много продукции, именно вот этой серии фиолетовой с орхидеей. Мне понравилось. Я его наношу на ночь, потому что он жирный, на день не подойдут, как вот из этих всех кремов. Я бы не нанесла ни один на день, потому что они очень жирные. Они впитываются долго, они до конца все равно не впитываются. Излишки снимать я не буду, поэтому я их наношу на ночь, и меня как бы это полностью устраивает его. И еще были у меня на обзор две масочки, одна с зеленым чаем. Я побоялась, честно говоря, с зеленым чаем, потому что, хотя у меня, в принципе, на зеленый чай, ну, никогда такого, чего-то такого плохого не было. Ну, в общем, не знаю, пока оставлю, не буду ей, не могу ничего не сказать, просто, ну, просто боюсь, не хочу раздражения. А вот эта штука очень классная, мне понравилась. Биоцеллюлозная маска с ферментированной соей, увлажняющая. В общем, она много-много-много чего делает, и у нее очень классная такая сеточка, на которой сама маска. Такая прям сеточка-сеточка, за счет чего очень удобно наносить. И она, знаете, сама маска, она настолько тонкая, то есть она прям прилегает, я никогда в жизни не пробовала такие маски, она прилегает прямо к коже, на вообще 100% она сливается с кожей, и если ее там оставить, мне кажется, она растворится прямо на коже. Очень классная маска, и после, ну, снимаешь после нее кожа невероятно очень сильно приятная. Невероятно очень сильно приятная. Вот это прям очень достойная, советую, очень классная. Прям вот увидите в Ревгоше, будете, возьмите на сдачу вот эту маску, потому что действительно очень крутая, очень достойная. И я думаю, подойдет любая абсолютно кожа, хуже не будет, ничего. Если уж на моей чувствительной коже не вызвало аллергии, то и, в принципе, я думаю, всем подойдет, потому что у меня кожа это чихни, дунь на нее чем-то не тем, все, у меня сразу там какое-то красное пятно. А тут нет, тут прям вот вообще очень хорошо. Хорошо. Дальше, последние продукты, которые я хочу рассказать, дело о нем как раз, о них как раз сейчас снимала видео, они у меня на лице нанесены. Это такой вот марка Revolution Pro, такой иллюминатер, который добавляешь в тональный крем. Сейчас он у меня на лице, очень классно, мне кажется, такой дает светоотражалку дополнительную к тональнику. Помадки, 5 помад, о них тоже делала видео, ну, в общем, полный макияж делала. 5 помадочек нюдовых, но они матовые, я их наношу в полсилы пальцем, чтобы они были просто, ну, таким штрихом, скажем, на губах, потому что если их полностью нанести, они будут немножко масочкой выглядеть. Дальше безумно пигментированные румяшки, все продукты безумно пигментированные, супер вообще, нереально крутые румяшки с хайлайта. Все тоже у меня сейчас на лице, хайлайтер, я надеюсь, видите, как выглядит, очень бликует, классно. В розовый оттенок. И румяшек этих хватит, я не знаю, на 100 лет, как я говорю в том видео, еще внукам хватит, потому что они супер пигментированные, их нужно микроскопическое количество, просто совсем, вот чуть-чуть коснулся кисть и все, то она уже просто ядренно набрана этими румяшками. И палеточка теней, у меня сейчас они на глазах, очень классные оттенки, очень сильно пигментированные тени, но пылят. Но это можно скосить за счет того, что они вот действительно просто сам все классные. Такие вот, такая палетка, это оттенок Goldmine. Очень, очень, очень достойно, там много разных оттенков палеток, которые можете себе выбрать нужный оттенок. Все, это все покупки и новинки косметики, я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, не забывайте, мне всегда очень приятно подписывайтесь на канал, если этого вы еще не сделали, я буду благодарна. Все, все, спасибо за внимание, оставляйте комментарии и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok